Новость недели. Представление кандидатуры нового премьер-министра Якутии. Напомню, Галина Данчикова, проработав председателем правительства, семь лет уехала депутатом Госдумы от Якутии. Тут же возник очевидный вопрос, кто займет кресло главы Кабмина. Журналисты и население перебирали ряд фамилий, предположения были самые разные. В общем, все были в ожидании решения главы Якутии. И, наконец, в понедельник для многих абсолютно неожиданно Егор Борисов предложил на этот пост Евгения Чекина. Последние четыре года Чекин замминистра экономики республики. На неделе я просмотрел множество мнений разных людей, простых якутиан. Большинство смущает ранняя трудовая биография Чекина. Давайте пройдемся по резюме без пяти минут нового премьер-министра республики. Итак, Евгений Чекин 43-летний, начинал с санитаром, затем врачом скорой помощи и далее, окончив Всероссийский заочный финансово-экономический институт, работал в Бинбанке и ВТБ. После возглавлял департамент экономического развития Ярославской области. Но с 2012 года работает заместителем министра экономики Якутии. Согласно Конституции, до вступления в должность кандидат в премьеры должен получить согласие народных депутатов республики на пленарном заседании Илтумен до конца месяца. Ну а до этого на неделе кандидатуру представили Кабинету министров и профильному комитету парламента. Предлагаю послушать, как прокомментировал свой выбор глава республики Егор Борисов. Почему именно Евгений Чекин? Во-первых, я Евгений Алексеевича знаю с первых дней про Евгений Якутий. Во-вторых, его видел на конкретных делах, которые вместе делали в интересах развития республики. Поэтому я хотел бы его обосновать свой выбор. Во-первых, забота о работе Министерства экономики Евгений Алексеевич Чекин принимает непосредственное участие в разработке и принятии нормативно-правовой базы по развитию государственного частного партнерства в республике Саха-Якутия. Что позволило запустить 17 проектов ГЧП по строительству 28 объектов образования и культуры на общую сумму 11 миллиардов рублей. Также реализуются два конституционных соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму более полутора миллиардов рублей. По уровню развития государственного частного партнерства республика Саха-Якутия по итогам 2015 года занимает 14 место в Российской Федерации. Мы считаем, это очень хорошие показания. Ставая Евгения Россия ведет активно работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и третьего соответствующего стандарта деятельности органов исполнительного власти. Этот стандарт является самым главным механизмом деятельности органов исполнительного власти субъекта Российской Федерации, по которому по реализации, по которой оценивается каждый субъект России. Проводится работа по привлечению российских иностранных инвестиционных инвестиционных проектов республики, то есть по строительству мостовой перехода через Укалена. Все эти проработки были проведены с участием непосредственно руководством Евгения Васильевича. А вот как сам Евгений Чекин рассказал депутатам о своих рабочих планах, если его утвердят на этот пост. Ключевыми задачами развития республики, стоящей перед правительством, в настоящий момент я считаю, что являются следующими. Это, конечно же, выполнение обязательств перед нашими гражданами в части социального и коммунального обеспечения. Памятую, что сейчас очень простые времена, в том числе и формирование бюджетных отношений. Формирование, собственно, сбалансированного бюджета на приемлемом уровне дефицита бюджета. Создание посылок и обеспечение устойчивости экономического развития за счет привлечения инвестиций в развитие социальной сферы экономического хозяйства, привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего в малый и средний бизнес республиканских компаний. Решение вопроса санации стратегических и жизнеобеспечивающих предприятий республики. Таким образом, когда мы говорим о приоритетных задачах, стоящих перед правительством, мы, несмотря на сложности и серьезность формирования бюджета, изначально закладываем фактически бюджетное развитие. Потому что без инвестиций, без направленной работы по привлечению инвестиций, собственно, мы теряем перспективу. До этого днем ранее кандидата представили руководителям парламентских комитетов и фракций. Вот их мнение по горячим следам. На сегодняшний день, как нам объяснил глава республики Саха-Якутия, нужны новые подходы для управления республикой экономикой республики Саха-Якутия. И выбор пал именно на Евгения Алексеевича Чекина, потому что он имеет достаточно хороший опыт, как и в бизнесе, так и в органах государственной власти. Ну и, во-вторых, все-таки это не очень человек новой формации, можно сказать. Он 73-го года рождения, ему 43 года. Человек, родившийся, вернее, не родившийся, а сформировавшийся свою трудовую деятельность уже в условиях новой России, рыночной экономики. И поэтому те новые подходы, которые необходимы сегодня для республики Саха-Якутия в управлении экономикой, с привлечением инвестиций, частного капитала, государственного частного партнерства. Вот у него опыт очень хороший был. Они сегодня востребованы для республики Саха-Якутия. Представление такого молодого, перспективного кандидата на пост премьера правительства, конечно же, очень важно в нашей республике. Я думаю, что имея опыт в экономике, имея такой возраст, имея такие силы, возможности, и, как сказал Игорь Анатольевич, который может говорить на любом уровне и с любыми чиновниками, то я думаю, что это большая польза для нашей республики. Я думаю, что все то, что сегодня он будет делать, а это стратегия на 2020 год, 2030 год развития, он несет очередной вклад для нашей республики. С удовлетворением хочу отметить о том, что эта кандидатура является беспартийной. В последнее время достаточно редко такие кандидаты у нас получаются. Это один из важных критериев. Второй существенный фактор, который мне понравился, опыт работы в сфере экономики. Все остальные вопросы мы непосредственно лично ему зададим. Если опустить разговоры о молодости, о том, что Чекин родом из другого региона и прочие другие детали из его досье, то попробуем логически порассуждать о его кандидатуре. Первое. Премьер обязан прежде всего разбираться в экономике. И то, что новый глава правительства будет экономистом, можно было предугадать. Само собой разумеется, если будут в порядке дела в экономике субъекта, в порядке будет и все остальное. Во-вторых, опыт работы по механизму государственно-частного партнерства, так называемое ГЧП. Что это такое? Это когда инициатор проекта государства или муниципалитета объект общественная инфраструктура, которую передают в собственность государства. Реализацию проекта и все риски берет на себя бизнес. Такая система особо востребована и актуальна в условиях дефицитного бюджета и сложной экономической ситуации в стране. Ну а всеми основными проектами по государственно-частному партнерству в республике за последние годы как раз курировал именно Чекин. Это строительство школ, детских садов, спортивных и медицинских объектов. В-третьих, Чекин на новом посту окружен опытными коллегами. Это сильные вице-премьеры Стручков по экономике, Алексеев по сельскому хозяйству, Никифоров по строительству. И думается, что Евгений Чекин в основном продолжит ту работу, которую вел в Минэкономике только в более серьезном статусе. Это работа с инвесторами, развитие госчастного партнерства, разработка стратегии Якутии до 2030 года. Что дальше? Формально необходимо дождаться пленарного заседания госсобрания, которое состоится 25 октября, итогов голосования всех депутатов Илтумен. Но учитывая одобрительные комментарии лидеров фракций и заявлений парламентариев СМИ, можно абсолютно уверенно сказать, что новый премьер-министр республики уже нам известен. Продолжение следует...